Эльмира Битаева, автор нескольких романов и многочисленных рассказов, большинство из которых уже издано. И это несмотря на юный возраст. Девушке 20 лет. Эльмира в этом году была принята в Союз писателей России. Патимат Бурзиева встретилась с самым юным прозаиком страны. Это мероприятие я планировала очень давно, поэтому мне очень приятно, что столько людей пришли меня поддержать. Спасибо вам большое. Презентация книги Эльмиры Битаевой прошла всего лишь два месяца назад. Молодой автор только успела завершить и издать один роман, как уже планирует закончить следующее произведение. Писать она и вправду начала очень рано. Учиться всему пришлось самостоятельно. Критиками первых рассказов были родные девушки. Я не думаю, что художник резко начинает рисовать лет в 20 или в 30 лет. Это еще со школьных лет бывают какие-то наброски. И, наверное, у меня тоже начиналось примерно так же. Со школы были какие-то стихи, какие-то рассказы. И потихоньку это перерастало в что-то большее, законченное. И потихоньку я так доросла, наверное, до первой книги своей. Цена свободы. Шанс. Названия произведений появляются спонтанно и неожиданно. Происходит это обычно после того, как книга уже закончена. Ее герои хоть и вымышленные персонажи, но имеют те же проблемы, что и современная дагестанская молодежь. В основе всегда лежит, конечно, роман, какие-то отношения, чтобы действительно было интересно и читать, и писать. Ну, в первую очередь, я уже говорила, что я пишу то, о чем интересно читать мне. Например, то, чего я не нахожу в книжных магазинах, в книжных лавках. То, что в какой-то определенный период мне хочется прочитать. И я думаю, может быть, есть человек, который тоже хочет ознакомиться с такой литературой. И начинаю писать, наверное, так. Эльмира создала свой сайт, куда может зайти любой пользователь интернета, ознакомиться с произведениями и оставить там свои комментарии. Уверенность дают даже не издательства, а когда тебе начинают писать незнакомые люди, которые там купили книгу случайно, с каким-то историем. Ее произведения сегодня не только можно прочитать, но услышать и увидеть. Было уже поздно, и шел снег. Лед блестел под ногами, как серебристый лаковый паркет, ровный, изящный. Каблуки стучали звонко и быстро, даже очень быстро. Я опаздывала. Это было сделано в течение двух ночей, прям в притых презентации. И я сама первый раз увидела вместе с зрителями в зале. Действительно, видео меня не подвело, мне самой так понравилось. Я прям сидела в такой вдохновленной, как в кинозале. Но главное в роли, в зал погрузить в какую-то атмосферу литературную, мне кажется, не получилось с этим видео. Произведения юного автора уже высоко оценили известные дагестанские прозаики и поэты. Но самым главным достижением ее творчества стало принятие в состав Союза писателей России. Эльмира – это первая из молодых писателей, которой мы сразу, безоговорочно приняли Союз писателей. По отношению к нему, ни у кого не было сомнений, что она талантлива, не было никаких сомнений, что она станет достойным членом нашего писательского союза. Эльмира – студентка юридической академии. После ее окончания она решила поступать на литературные курсы в Москве, где учились самые известные писатели и поэты России. Патиман Бурзиева, Абрагим Магомедов, Мурат Касумов. Время новостей.